О жизни и характере Юлии Агриколы Сочинение древнеримского историка Публия Корнелия Тацита, которому написал биографию своего «Тесть огней» Юлии Агриколы. Структура от 1 до 3, предисловие от 4 до 9, юность Агриколы от 10 до 17, описание географии, истории и природы Британских островов, от 18 до 38, подвиги Агриколы в Британии, от 39 до 46, конец жизни Агриколы. Некролог. Датировка. Обычно произведение датируется 98-ю годом. Предисловие к сочинению датируется промежутком между октябрем 97 и январем 98-ми года, а иногда 97-й годом датируется и все произведение. Иногда встречается и датировка произведения сотого годом. В настоящее время Агрикола чаще всего считается первым произведением Тацита. Общая характеристика произведений представляет собой биографию с ярко выраженной хвалебной составляющей. Из-за этого существует предположение, что Агрикола – это записанная погребальная речь, которую обычно произносили на похоронах знатных римлян. Однако обычно погребальные речи были короче и эмоциональнее, чем произведение Тацита и потому подобное сравнение оспаривается. Впрочем, стиль Агриколы схож с произведениями этого жанра и М. Тронский полагает, что биография Агриколы была написана вместо погребальной речи, которую Тацит не смог произнести. По мнению Ж. Р. Сальма, мысль описать жизнь своего известного тестя пришла к Тациту после зафиксированного в источниках произнесения им погребальной речи на похоронах. Своего коллеги-консула Луция Виргиния Руфа в 97 году, особенности изображения историком Агриколы олицетворяет идеал римского гражданина. На примере своего тестя историк доказывает, что умеренный и добродетельный человек способен выжить при любом, даже самом суровом императоре. При этом описание характера и умеренности Агриколы в политике может подходить и для самого Тацита. По сравнению с более распространенными и занимательными биографиями ранее имперского периода, которые представлены сборниками Плутарха и Светония, Агрикола отличается почти полным отсутрием тривиальных фактов и анекдотичных историй из жизни описываемого человека. Кроме собственно биографического материала, Тацит использовал этнографические и географические отступления, Благодаря чему Агрикола – важный источник по истории британских островов в первый век римского владычества. Представляя своего тестя прежде всего в качестве крупного полководца, Тацит следовал традиции, заложенной еще в республиканскую эпоху. В соответствии с ней римские аристократы обладали особым набором качеств и проявляли ее прежде всего в военных кампаниях. Стиль сочинения характеризуется краткостью, возвышенностью, слогой и выразительными описаниями, что будет характерно и для более поздних произведений историка. Кроме того, Агрикола в сжатой форме содержит основные идеи, которые впоследствии Тацит развивал в своих крупных произведениях. Продолжение следует...